А вы в курсе, что на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который в Сочи пройдет уже в октябре, зарегистрировалось рекордное количество стран-участниц? В наш город прибудут делегации из 186 государств. Ожидается участие порядка 20 тысяч молодых профессионалов в разных сферах. Кстати, Россия Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет принимать уже в третий раз. До этого фестивали проходили в Москве в 1957 году и в 1985. Ну и теперь настало время и для Сочи. Как курорт готовится ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов и как сочинская молодежь будет участвовать в нем, мы разберемся сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, начальник управления молодежной политики администрации города Сочи Андрей Безроднов. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Рады вас видеть в нашей студии вновь. Ну и прежде чем начать наш разговор о Всемирном фестивале молодежи, который уже менее чем через 60 дней стартует в городе Сочи, давайте немножко оглянемся назад и вспомним мероприятие, которое стало для нашего города уже историей. Это Кубок конфедерации по футболу. Ваше управление в Большом празднике футбола принимало самое активное участие в организации, в проведении. Как отработали волонтеры? Очень интересно узнать. Ну, стоит отметить, что за прошедшее время Кубок конфедерации – это не единственное крупное мероприятие, в котором принимали участие сочинские волонтеры, волонтеры Центра развития волонтерств. За год в среднем мы работаем на более чем 300 мероприятиях абсолютно различного уровня. Конечно же, одно из самых ярких – это Кубок конфедерации и самое, наверное, многочисленное количество волонтеров, которые были задействованы. Всего городских волонтеров принимало участие в помощи в организации мероприятия чуть более 1200. Именно Центра развития волонтерства. Помимо этого, еще были задействованы волонтеры непосредственно самого Кубка конфедерации. Порядка полутора тысяч из них, половина где-то, это были тоже сочинские ребята. Конечно же, традиционно в функции городских волонтеров входили уже обозначенные позиции. Это помощь в навигации гостям и участникам мероприятий. Это встреча в наших официальных хабах, то есть железнодорожный вокзал, аэропорт, помощь в информационных палатках, потому что все мы знаем, что при гости, приезжая в наш город, не только посещают непосредственно мероприятия, на которые приехали, но также и знакомятся с городом, с его достопримечательностями. Конечно же, здесь в помощь отрабатывают как раз наши волонтеры. В основных местах скопления людей на пешеходных зонах, в скверах, в парках мы вставляем инфрационные палатки, где волонтеры радушно рассказывают о нашем городе, о тех местах, которые можно посетить, о мероприятиях, которые проходят в период проведения мероприятий. Стоит отметить, что на самом высоком уровне отмечена качественная работа волонтеров. Действительно, он подтверждается различными источниками. Это говорит о том, что действительно у нас проходит большое количество мероприятий, и действительно опыт у ребят, он только накапливается и только улучшается. Но этот большой опыт, несомненно, пригодится и на предстоящем Всемирном фестивале молодежи и студентов. Как вообще в целом город Сочи готовится к этому крупнейшему мероприятию, потому что заявлено рекордное количество стран-участниц за всю историю этого мероприятия. И какова роль будет сочинской молодежи опять-таки в этом крупном мероприятии мирового масштаба? Безусловно, конечно же, роль и города Сочи, и сочинцев, и волонтеров, и участников от города Сочи будет, конечно же, велика, поскольку мы принимающая страна. Хочу отметить, что 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов в третий раз будет проходить в нашей стране и только впервые в Новой России. И до этого помнить, что в 57-м и 85-м году фестиваль проходил в столице нашей Родины, в Москве. И хочется отметить, что впервые 19-й фестиваль будет проходить не в столице государства, будет Сочи принимать. Хотя одно из первых мероприятий намечено как раз-таки в Москве. Будет парад руководителей делегаций со студенчеством московским. Часть делегаций разделится порядка в 17 регионах, будут знакомиться с российскими регионами, и потом уже 16-го числа прибудут в город Сочи. Ну, а, конечно же, основной состав участников, а это известно, на сегодняшний день заявлено более 150 стран. Ожидается порядка 20 тысяч участников. Из них 10 тысяч – это представители Российской Федерации, и 10 тысяч – это как раз представители тех стран, которые уже изъявили желание участия в данном мероприятии. Конечно же, будут принимать участие и сочинские волонтеры, но не в таком большом количестве, потому что основная задача здесь стоит, чтобы могли принять участие в работе волонтерского движения представители всех субъектов Российской Федерации. Был проведен конкурс, отобраны 20 хабов по набору волонтеров. Всего от Краснодарского края будет принимать участие 610 молодых людей в качестве волонтеров, и 100 человек из них – это сочинские ребята. Вот как раз на этих 100 человек возлагается опять-таки функция городских волонтеров, поскольку те ребята, которые приедут, они не совсем на 100% знакомы с инфраструктурой города, с теми мероприятиями, которые проходят. И как раз-таки наши ребята начнут заблаговременно уже работать, потому что начнут работать агрессионные штабы, начнут заезжать официальные делегации. Как раз вот этим и будут заниматься наши ребята. Ну и, кстати, Всемирный фестиваль молодежи стал главной темой прошедшего молодежного лагеря «Регион 93», который прошел в северском районе Краснодарского края. Наши сочинские ребята, сочинские активисты принимают участие в подобных региональных, таких краевых мероприятиях? Конечно, безусловно, в летний период и в течение всего года наша молодежь принимает участие как в региональных форумных площадках, в туристических сменах, как в федеральных. И действительно уже традиционным стал образовательный форум «Площадка для молодежи», форум «Регион 93». И как раз одна из тем, платформа развития была посвящена предстоящему фестивалю молодежи и студентов. Каждое муниципальное образование представляло по две страны. Мы изучали историю. Вот наши ребята нам выпил жребий представлять Индию и Белоруссию. И как раз-таки мы ехали в национальных костюмах. То есть порядка 80 стран было представлено на данном форуме. Мы заблаговременно изучали культуру, традиции данных стран. И как раз-таки вот этот обмен в течение недели позволил более глубже окунуться в традиции фестивалей и представить, что же это такое будет. Потому что действительно событие грандиозное. Такого уровня мероприятия у нас не проходило еще никогда. Потому что сам охват 20 тысяч участников говорит абсолютно о многом. Ну и, кстати, почетным гостем форума «Регион 93» стал Вениамин Кондратьев. О визите губернатора Краснодарского края в молодежный лагерь у нас есть сюжет. Давайте посмотрим. Никаких телевизоров, сотовой связи и доступа в интернет. Только лес, горная река, а чтобы сварить обед сначала нужно наколоть дрова. Вот они, бытовые условия молодежного лагеря. Задача усложняется тем, что приготовить на костре нужно блюдо разных народов мира. Каждый отряд на время смены превратился в делегацию страны-участницы Всемирного фестиваля молодежи. Биваки Франции, например, рядом с Эйфелевой башней, изысканная выпечка. Девушки из России под присмотром медведи с балалайкой орудуют ножами, готовят борщ. Кухня родной страны на форуме больше всего пользуется спросом. Фирменный рецепт – это гренки с салом. Сало с чесноком перетирается, жарится хлебушек и так тонким слоем намазывается. Очень-очень все понравились. К этому молодежному слету участники «Четвертого потока» готовились чуть ли не с прошлого года. Изучали культуру, традиции страны, которую предстояло показать на площадке региона. Половина активистов уже подали заявки на международный фестиваль молодежи в качестве волонтеров. К этой смене ребятам из Лобинского и Новопокровского районов даже пришлось овладеть искусством оригами. Их отряд на неделю стал Японией. Свой палаточный городок они украсили белыми журавликами, бумажными символами счастья и долголетия. Время понадобилось и на освоение языка страны восходящего солнца. Вообще существует такая традиция о том, что каждый уважающий себя человек, когда он приезжает в Японию, не уезжав оттуда, он должен выучить фразу, которая состоит хотя бы из двух слов. То есть, например, мы знаем приветственное слово – это «кончуа». И, соответственно, «спасибо», например, можно выучить. Это «арикото». Япония сегодня потребовала с помощью чуть ли не всех 22 государств. Для ферменного супа некоторые продукты, как и в большой политике, приходилось просить у соседей. Подсолнечное масло, например, срочно доставляли из Шотландии. Все дело в том, что в палатку к отряду обещал заглянуть губернатор. Вениамин Кондратьев слово сдержал. Главе региона предложили традиционные японские блюда – мисосуп, удон с овощами и сладкие рисовые шарики. Вениамин Иванович, перед прямой пищей прошу вас последовать темы японской традиции, зажать руки. Ребята, у нас как бы это… Это ж японская традиция. Мы должны с уважением относиться к японским традициям, но чтить свои – вот в чем вопрос. Поэтому я вам того желаю, на самом деле, всегда оставаться россиянами. Слушай, вы знаете, и первое, и второе вместе, нет? Это мисосуп. Нет, это мисосуп. Разговоры о любимых блюдах и кулинарных пристрастиях уже позже продолжились в Колизее, на самом главном месте в лагере, где каждый вечер собираются участники смены. Губернатор рассказал, что по долгу службы ему часто приходится бывать в командировках и пробовать разные блюда. Но самые вкусные, по мнению меня, именно Кондратьева, все-таки кубанские. У нас на регионе, так сказать, организована книга кубанских хозяюшки, и у нас там собраны рецепты кубанских блюд. Скажите, пожалуйста, а вот какое блюдо любимое ваше кубанское? Вообще у меня как бы много различных любимых блюд. Ну, я думаю, что, наверное, вареники все любят, да? То есть я думаю, только потому, что вареники родом из нашего детства, и они самые, отчасти где-то быстрые, что готовились наши бабушки, и это даже и праздничное такое вот было блюдо. На смену от мыслей к действию на Крымскую поляну съехались около 400 активистов, студентов, депутатов, председателя молодежных советов. Каждый из них только делает свои первые шаги на большой дороге. И как уже у состоявшегося политика, у Вениамина Кондратьева они просили и советов. Назовите для вас три самых главных качества лидера. Ну, первое, лидер должен, друзья, всегда оставаться самим собой. Потому что лидер – это же не только форма, это содержание. И вот если я буду изображать губернатора, а не быть губернатором в своей повседневной жизни, и на самом деле делать те поступки, которые должны принести дивиденд всему региону, вы это очень быстро почувствуете. И вы не поверите губернатору. Так и лидеру. Второе, конечно, принципиальность. Это очень важно, потому что принципиальный человек, это тот человек, на которого можно опереться. И который никогда не откажется от своих принципиальных взглядов. А значит, он надежный. И вот настойчивость – это третья черта лидера. В лидера ведь верят. Поэтому он никогда не может отказаться от движения вперед. Настойчиво к нему двигаться и вести за собой других. Говорили о развитии экономики, об инновационных идеях и о предстоящих выборах депутатов ЗСК. Все это ближайшее будущее. Не меньше участников форума интересовало, и что будет с краем и родной страной через 30-40 лет. Молодые активисты заложили капсулу «Послание потомкам». От всей молодежи Кубани мы заложили в нее видеофильм о ветеранах Великой Отечественной войны, несколько значков молодежных общественных организаций, обращения молодежи. Хотелось бы узнать, а что бы вы лично оставили бы нашим потомкам 2067 года? Друзья, главное не оставить им долги. Давайте думать о тех, кто будет после нас. Намного важнее, чтобы я оставил им после себя не текст, а реальные дела в виде экономически сильной Кубани. Вот та природа, которая есть, она должна как минимум сохраниться для них, и они тоже видят это великолепие нашего региона, и наши горы, и наши степи. Я за то, чтобы мы каждый после себя оставили реальный жизненный след. Общение губернатора и участников региона 93 продолжалось больше полутора часов. Отпускать Вениамина Кондратьева активисты не хотели, ведь не каждый день есть возможность задать свой вопрос первому лицу края. После официального завершения встречи, по традиции, автограф и фото на память. Уже перед отъездом Вениамин Кондратьев заглянул в каждый отряд, чтобы лично пожелать удачи молодым активистам. А помимо региона 93, какие еще краевые крупные, может быть, форумы, проекты? Безусловно, это и различные туристические походы, и всего в форумных площадках региона 93 прошло пять смен абсолютно различной тематики. Но хочется отметить, что в этом году и на территории города Сочи мы провели большое количество собственных форумных площадок, передвиженных лагерей. Это как и патриотическая направленность, направленная на выявление лидерских качеств, творческие смены, смены КВН. Буквально в предстоящие выходные мы проводим уже традиционную такую форумную площадку, фестиваль брейк-данса. Вы знаете, что у нас есть довольно знаменитая команда «Устединг Крюит», ребята-воспитанники нашего города, которые добились высоких результатов не только на уровне России, но и на международном уровне. Буквально мы уже в эти дни начинаем встречать наших гостей и хотелось бы пригласить всех жителей города Сочи, потому что финал данного мероприятия будет проходить 27 числа с 15 до 21 часа на площадь Южного Мола. Вход абсолютно бесплатный, это будет абсолютно кратчочное мероприятие, будут различные мастер-классы по брейк-дансу и данное движение у нас с каждым годом набирает обороты, поэтому приходите, всех будем ждать. Действительно будет кратчочное, интересное мероприятие. Вообще-таки современные направления сейчас молодежь очень увлекается, воркаут, какие-то экстремальные виды спорта. Расскажите об этих направлениях. Я знаю, город поддерживает, строит площадки активно. Да, действительно, мы являемся наравне, к примеру, с Краснодаром, лидерами в данном направлении, потому что у нас действительно очень много сегодня инфраструктурных объектов, предназначенных под занятия экстремальным видом спорта. Вы знаете, что на протяжении трех лет во всех четырех районах были построены многофункциональные экстрем-парки, где можно заниматься абсолютно различными направлениями воркаут, паркур, BMX, ролики, все что угодно. И вот сегодня, в этом году будет уже на 100% решен вопрос, и уже началась установка воркаут-площадок. Это одно из самых популярных направлений, которые не требуют, может быть, каких-то затрат. На сегодняшний день принято решение, что 86 воркаут-площадок будет поставлены практически во всех микрорайонах, в удаленных сельских поселениях, и я думаю, что уже к середине октября все они будут установлены. Мы планируем, что это, конечно же, даст новый толчок в развитии данного направления, и город Сочи будет занимать все только лидирующие позиции. Очень активно в нашем городе развивается и КВН, это направление, в котором задействованы активные, целеустремленные, очень-таки неординарные личности. Как развивается это направление? Есть ли, может быть, какие-то уже интересные, перспективные команды, и в том числе школьное движение КВН, как сегодня развивается в нашем городе? Ну, действительно, движение КВН всегда было на высоком уровне в городе Сочи, и вот за последние 3-4 года нам удалось поднять его на более высокий уровень. Вы знаете, что все игры КВН, как школьной, так и студенческой лиги, нашей сочинской открытой лиги КВН, проходят на базе, можно сказать, Мекки КВН, на базе Зимнего театра. Это учреждение, которое из года в год уже принимает традиционный международный фестиваль «Союза КВН». Стоит отметить, что, конечно же, у нас активно играют в УЗы и СУЗы, но также активно в последнее время играют наши школьники. В прошлом сезоне у нас было порядка 30 команд со всех районов города. И стоит отметить, что наши школьники добиваются успеха. К примеру, 2 года назад наша школьная команда стала победителем Кубка Губернатора на уровне региона. И сегодня наша команда играет в юниор-лиге, официальной лиге АМИК в городе Москва. То есть они уже участвуют в телевизионных съемках, вы можете видеть их игры на канале «Карусель». Что же касается более высокого уровня уже студенческой лиги, действительно, первые три года мы направили на развитие КВНа внутри, на наработку базы. И на сегодняшний день, открою, наверное, маленький такой секрет. Ну, последние годы вы видели, что мы практически не выставлялись, если это были любительские просто выступления на уровне России, то в этом году уже практически готова команда, которая сегодня проходит обкатку в Краснодарской официальной лиге АМИКа КВН, Союза КВН. И мы планируем уже выставлять и добиваться высоких результатов в очередном сезоне Союза КВН, начиная с фестиваля, который традиционно пройдет также у нас на территории города Сочи. Ну, вообще, в целом, в крае движение веселых и находчивых набирает обороты. Только за этот год пять команд вышли на федеральный уровень. Две играют в высшей лиге, еще три в премьер. А еще была создана школьная сборная. Глава региона отметил, что это хорошие результаты, но еще есть к чему стремиться. Региону и дальше необходимо создавать такие площадки для творческого развития молодежи. Молодежь, которая задействована в КВН, талантливая молодежь, конечно, неординарная молодежь. Такие яркие личности, безусловно. И вот на Кубани очень много таких ярких молодых мальчишек и девчонок. Это такие алмазы. Все вместе должны мы постараться, чтобы сделать из них бриллианты. А, конечно, для этого нужно, чтобы они огранились. Тогда они засверкают. И при том не только в КВН они засверкают. Они могут засверкать и в общественной жизни, и в политической жизни, и в нашей экономике, нашего региона. Это же нестандартное мышление. Умение принимать решения, очень быстро реагировать на ситуацию. Только за такими ребятами будущее. Вениамин Кондратьев также поздравил команду «Русская дорога» с победой в Международном музыкальном фестивале «Голосящий Кевин», отметив, что это второй по значимости приз. И это серьезное достижение для команды. А какие у нас сегодня результаты в других направлениях работы с молодежью? В частности, есть в городе Сочи центр военно-патриотического воспитания. Чем он занимается? Как много детей увлечены? Как много молодежи занимаются в этом центре? Действительно, в последние годы данное направление также становится массовым, потому что появляются новые направления. К примеру, за последние годы нам удалось совместно с управлением образования восстановить так называемый пост номер один. А сейчас, в летний период, мы немножко приостановили, поскольку каникулы, но с сентября мы опять заступаем. И два раза в неделю во всех четырех районах ребята стоят, и не только по графику. Действительно, это становится почетно, приобретена форма, приобретены макеты автоматов. Это одно из таких ярких направлений. Большая работа проводится в поисковом движении. Вы, наверное, заметили, что практически ежегодно находятся бойцы, которые были пропавшими без вести, либо найдены останки их на территории нашего города. Совсем недавно, несколько лет назад, был захоронен на завокзальном, мемориальном кладбище, был захоронен экипаж самолета, который был найден в Лазаревском районе. В конце прошлого года была проведена большая поисковая работа. И здесь хочется сказать огромное спасибо нашим сочинским электросетям, потому что был найден боец, который буквально с первых дней войны был призван из города Сочи, был работником данного предприятия. Был он найден в Архангельской области, и было принято решение и родственниками, и по согласованию с нами, что захоронить его именно здесь, у нас в городе Сочи, в месте, откуда он призывался. Эта работа проводится постоянно, много заявок, и действительно у молодежи это пользуется большим спросом и интересом. Помимо этого, конечно же, в учреждении есть и подростковые клубы, которые включают в себя, например, пост номер один, различные турслеты патриотические мы проводим, зарницы проводим, участвуем в краевых лагерях, сменах. То есть у молодежи действительно это пользуется большой популярностью, и вы видите, что больше стало проводиться крупных мероприятий, одно из ярких, наверное, чисто молодежных патриотических мероприятий. Это свеча памяти, которая проводится в канун 9 мая. Это массовые мероприятия, которые собирают десятки тысяч не только молодежи, но и жители города Сочи. Это отдание памяти морякам, которые погибли в период Великой Отечественной войны. Не стоит забывать, что также проводится большая шефская работа над теми ветеранами, которых с каждым годом, к сожалению, становится все меньше и меньше. У нас за каждой школой, за каждым высшим учебным, средним специальным учебным заведением закреплены ветераны, которых не только в знаковые даты посещают ребятам, но и просто в постоянном режиме оказывают им различную помощь в быту, в каких-то различных вопросах, которые могут у них возникнуть. Также, конечно же, ведется большая работа шефской над памятниками, а мы также на регулярной основе ухаживаем за памятниками, проводим там уборку. То есть широкий спектр направлений, и действительно, все больше и больше ребят причисляют себя к военно-патриотическому воспитанию. Еще одно направление работы – это участие нашей молодежи в летней оздоровительной кампании. Площадки нашего двора с каждым годом становятся все популярнее. Вечером много детей собираются на площадках для того, чтобы пообщаться с нашими аниматорами и волонтерами из числа нашей молодежи. Лето уже заканчивается. Как отработали на площадках нашего двора ребята? Действительно, стоит отметить это направление, потому что помимо форумных площадок, различных походов, лагерей в летний период, большая работа проводится по месту жительства на территории детских площадок всего, на территории города Сочи традиционно уже несколько лет подряд работают основные управления, управление образованием, управление молодежной политикой, департамент физической культуры, спорта и управление культурой. Всего в работе задействовано порядка 150 площадок. Действительно, работа там очень интересная. Мы не только организовываем досуг на площадках, но у нас на сегодняшний день есть большое количество партнеров, которые оказывают помощь в приобретении призов, в приглашении каких-то аниматоров. Мы приглашаем практически, у нас, вернее, побывали на площадках практически все, наверное, наши социальные партнеры. Это и ГИБДД, это и УВД, это и медики, это и различные профилактические мероприятия. Огромное спасибо всем крупным предприятиям, как Водоканал, Хлебокомбинат, просто какие-то частные предприятия, которые с удовольствием приглашали детей на мастер-классы, устраивали мы экскурсии, это и национальные парк-объекты показывают. То есть, действительно, очень много партнеров, которые абсолютно безвозмездно готовы сочинским детям оказывать помощь, и детям действительно становятся эти интересные. Не зря в этом году, наверное, наше лето, наша здравительная компания на площадках проходит под девизом «Нереальное лето», потому что очень большое количество ярких мероприятий, очень большое количество фестивалей мы провели, как на площадках, как и районного уровня, куда приходили ребята со всех площадок. И совсем скоро, 29 августа, мы будем проводить такое итоговое финальное мероприятие, куда пригласим ребят со всех площадок, пригласим всех аниматоров, будет большой праздник. Поэтому, пожалуйста, ждем всех, приходите с детьми, приходите просто сами. Это действительно очень интересно. 29 числа возле цирка нашего знаменитого учреждения будет проходить большой детский праздник, привроченный к закрытию работы летних оздоровительных площадок. Конечно же, мы там будем отмечать и лучших аниматоров работы на площадке, будем отмечать и лучших организаторов, кто лучше справился с этой работой, кто наиболее интересно подошел к работе с детьми. Ну и, конечно же, мы будем отмечать тех людей, кто оказывал всяческое содействие, будь то приобретение просто каких-то мелких призов, организация какой-то экскурсии или что-то другое. Мы всех обязательно отметим, потому что действительно хочется им сказать огромное слово благодарности, потому что это лето у нас действительно прошло нереально. Это здорово. Ну и в завершении нашей программы такой, мне кажется, очень важный вопрос. И сочинские власти, и краевые власти делают все для того, для того, чтобы молодежи и в городах наших, в станицах, жилось интересно, для того, чтобы молодежь наша развивалась. Как здесь на местах удержать неординарных личностей, ярких, для того, чтобы они работали на благо нашего города и края? Ну, удержать, конечно же, в этом направлении проводится большая работа, но здесь, я думаю, что это посредственно такое понятие, потому что сегодня в городе Сочи действительно созданы колоссальные условия для развития, становления молодых людей. Можно проявить себя абсолютно в различных направлениях. И это подтверждает еще тот факт, что за последние 2-3 года резко увеличилось количество населения. То есть город пользуется большой популярностью среди населения, в принципе, всей страны. И очень много людей хотят приехать сюда, работать здесь, жить здесь, потому что действительно город очень комфортный не только для проживания, но и для отдыха, и для работы, и для практически всех направлений. Мы проводим открытые встречи со студенчеством, куда приглашаем наиболее крупных работодателей всего нашего города по абсолютно различным направлениям, где они вживую общаются, презентуют свои рабочие места, устраивают экскурсии на предприятии, устраивают дни открытых дверей. И тут же ребята подают свои заявки. И действительно есть очень хорошие оплачиваемые рабочие места, где сразу же после окончания высшего учебного заведения или среднеспециального заведения можно на хорошую зарплату устроиться у нас в городе Сочи. И как показывает практика, с каждым годом все больше и больше эти встречи пользуются популярностью, все больше ребят. В итоге, когда мы проводим обратный мониторинг, эти встречи дают результат. И действительно работодатели в этом заинтересованы также, потому что здесь не нужно обеспечивать какими-то сервисами, как жилье, транспорт, местное население. И все больше и больше сочинских ребят устраиваются работать на наши предприятия и учреждениях. Андрей Николаевич, спасибо большое за то, что вы пришли и стали гостем нашей программы, и за очень интересную беседу. Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был начальник управления молодежной политики администрации города Сочи Андрей Безроднов. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.